23 октября 1974 года министр культуры СССР Екатерина Фурцева посетила прием в честь юбилея Малого театра. Вернувшись домой, она позвонила своей подруге, певице Людмиле Зыкиной. Та отметила про себя, что голос был тихий и слабый, а узнав о том, что муж Фурцевой, Николай Фирюбин, все еще на банкете в Малом, спросила, не приехать ли ей. «Нет-нет», – ответила Фурцева, – «я уже ложусь спать». На этом их разговор закончился. Через несколько часов Фурцевой не стало. По сегодняшнему дню – это просто молодая женщина. В ее смерти было что-то, ну, такое немножко странное, что ли. Почему Фурцева не прижилась в политбюро? Екатерина Алексеевна слишком больно себя ведет. Кому в Кремле она была обязана своим стремительным взлетом? Ему всегда приятно было рядом иметь красивую женщину. Кто и за что попадал в черный список министра культуры? Она была там полная дура, да. И потом он же говорил, ну, блин, душа была у нее. Из-за чего Фурцева однажды пыталась свести счеты с жизнью. Какая-то вот, какая-то опасность-то в этом во всем есть, соревновательность, борьба за власть приводила к ложному решению. Была ли взаимной роковая страсть? И чем закончился ее театральный роман? Она была влюблена по-настоящему. Какие секреты хранил тайный дневник самой высокопоставленной женщины-политика в СССР? Там была какая-то большая драма. Мы не знаем о каких-то, возможно, событиях. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По официальной версии, указанной в газетном некрологе, министр культуры СССР Екатерина Алексеевна Фурцева умерла от острой сердечной недостаточности. Смерть этой стальной, как говорили женщины, для многих стала полной неожиданностью. И далеко не все в это поверили. Поползли слухи, якобы Фурцева покончила жизнь самоубийством, придя в убойную дозу снотворного. Но какие у нее были для этого причины? Некоторые вовсе считали, что министру помогли уйти. Молана слишком много знала. Но кому могла помешать Фурцева? Спустя почти 40 лет после ее смерти по Москве пронеслась сенсационная новость. Найден тайный дневник Екатерины Фурцевой. Якобы на его страницах Екатерина Алексеевна писала не только о личной жизни и проблемах с мужем, но и откровенничала о своих встречах с Хрущевым, Брежневым и Андропховым. Уж не эти ли мемуары министра культуры СССР стали причиной ее скоропостижного ухода из жизни. Впрочем, у историков подлинность этих записок сразу же вызвала серьезные сомнения. Екатерина Алексеевна не ослабевает. Появляются как подлинные воспоминания, так и фальшивые мемуары. Все связано с этим, с ее ярким следом, который она оставила. Женщине-министру, бывшему члену президиума ЦК КПСС, при желании действительно было о чем написать. Екатерина Алексеевна долгие годы находилась в числе тех немногих избранных, кто принимал судьбоносные решения для страны. Простых советских граждан это и удивляло, и раздражало одновременно. Люди привыкли видеть в партийных и государственных начальниках не мужчину и женщину, а нечто среднее, некий образ начальника. Больше ничего. Для коллег по президиуму ЦК КПСС, так при Хрущеве называлось политбюро, это тоже было весьма непривычно. Кремлевский ариопак предназначался исключительно для мужчин. Она отличалась. Она выделялась. Белая ворона выделялась после этого. И относились не то что с завистью, а с внутренней злобой. Почему она такая? Пятелесний план будет выполнен досрочно. В этом никакого сомнения нет. Здесь была сосредоточена вся полнота власти. В президиум входили наиболее влиятельные партийцы. Огромный портрет Фурцевой, наряду с другими руководителями СССР, появился на здании центрального телеграфа в центре Москвы. Тут уж старая гвардия насторожилась. Пошли разговоры в кругу членов президиума среди секретарей ЦК КПСС, что Екатерина Алексеевна слишком больно себя ведет. Она одевается не так, как и жены. И, в общем, все время капали Хрущеву, вот что то сделала не так, так, не там сказала. То ли Никите Сергеевичу надоело выслушивать бесконечные наветы от старых товарищей на свою выдвиженку, то ли Фурцева и правда в каком-то приватном разговоре в сердцах прошлась по Хрущеву, а ему донесли. В мае 1960 года Хрущев сместил Фурцеву с должности секретаря ЦК КПСС. Вот это такая советская, ну не только советская византия. То определенное соперничество, которое шло все равно в соревновательности, в борьбе за власть, оно приводило к сложным решениям. Однако Хрущев не отстранил Фурцеву от власти полностью. Должность министра культуры СССР, на которую он назначил Екатерину Алексеевну, стала своеобразным компромиссом между первым секретарем ЦК КПСС и членами президиума. Сама же Екатерина Алексеевна воспринимала это как явное понижение своего статуса, но в итоге новое назначение стало главным делом всей ее жизни. Пожалуй, не было в истории СССР более запоминающегося министра культуры, чем Екатерина Алексеевна Фурцева. Если ей что-то не нравилось, то этому явлению не было места в культурной жизни страны. Если же что-то прекрасное задевало ее страстную натуру, она буквально костьми ложилась, чтобы реализовать этот проект. Одним из последних достижений Фурцевой на посту министра культуры стала выставка одной картины в Москве. Вот этой. Легендарная «Мона Лиза» кисти Леонарда да Винчи была привезена в Москву за несколько месяцев до смерти Екатерины Алексеевны. Вот с такими билетами по цене один рубль люди стояли в очереди в Пушкинский музей по 7-8 часов. Весь день. Ее визит в нашу страну – незабываемое событие для тысяч и тысяч поклонников искусства. В советской кинохронике показ «Мона Лизы» называют визитом. Без Фурцевой этот визит был бы невозможен. Картина из собрания Лувра выставлялась в Японии. Обратно, во Францию, ее перевозили через Москву. И раз уж самолет все равно садился на дозаправку в столице СССР, почему бы Джоконду не показать советскому народу? С такими аргументами на прием к министру культуры пришла директор Пушкинского музея Ирина Антонова, а в ответ услышала. Французский посол в меня влюблен, поговорю с ним. Может, во имя любви он договорится со своими. И посол договорился. Но московский показ «Мона Лизы» не единственное достижение Фурцевой. Культурному обмену между Советским Союзом и другими странами она придавала огромное значение. Еще на заре министерской карьеры Фурцева договорилась о гастролях в Москве Миланского театра «Ласкало». По ее инициативе был проведен международный конкурс артистов балета. Впервые прошли недели европейского кино, выставки Святослава Рериха и Марка Шагала. В СССР побывала экспозиция музея «Метрополитен» из Нью-Йорка. Большой театр гастролировал в США, а в Японии прошли выставки Пушкинского музея и Третьяковки. Она была, конечно, очень тонким и глубоким человеком. Она помогала, она понимала, что Москва должна быть центром мировой культуры, безусловно. За это в народе ее называли Екатериной Третьей. На своем посту хозяйка культуры вела дела поистине с царским размахом. В 1947 году в судьбе Екатерины Алексеевны произошло поистине судьбоносное знакомство с тогда еще главой столичной парторганизации Никитой Хрущевым. Именно он стал продвигать Фурцеву на высокие руководящие должности. Сначала назначил ее вторым секретарем Московского горкома, а через четыре года сделал, по сути, руководителем Москвы. После чего перевел в Центральный комитет партии. Конечно, Хрущев тащит ее за саду. Ему всегда приятно было рядом иметь красивую женщину, красивого сотрудника. Кроме этого, он знал, что она умна, и кроме этого, он знал, что она абсолютно надежна. И если ей поручить дело, она его сделает. Несмотря на то, что она красотка. Секретарь ЦК и МГК Коммунистической партии, товарищ Фурцева, приветствовала строителей нефтяников, одержавших трудовую победу. Хрущев встречался с Фурцевой чаще, чем с другими соратниками. Она частенько приезжала к нему на дачу поговорить о партийных делах и пропустить с ним рюмочку-другую, любимого им коньяка. Никит Сергеевич очень доверял ей. А уж когда стал первым секретарем ЦК КПСС, Екатерина Алексеевна фактически оказалась его правой рукой. Однако в кремлевских коридорах шептались у Фурцевой с Хрущевым роман. Да, ходили разговоры о том, что там, ах, какие близкие отношения. И липли вот эти вот неприятные, некрасивые разговоры. А она держалась так, как будто ничего не было. Наверное, так и действительно было. Ничего не было. Но завистники не успокаивались. Мол, не может женщина добиться таких высот без участия влиятельного покровителя. Как же Фурцева пробилась в высшие эшелоны власти? Екатерина Алексеевна Фурцева родилась в 1910 году в городе Вышний Волочок в Тверской губернии в рабочей семье. Мать Матрёна Николаевна воспитывала дочь одна. Отец Алексей Гаврилович погиб ещё в Первую мировую войну. В 1928-м, окончив школу, Екатерина, так же, как и её мать, устроилась на местную ткацкую фабрику. Много позже, когда Фурцева уже займёт министерское кресло, злопыхатели за глаза наградят её обидным прозвищем «ткачиха». Так недруги Екатерины Алексеевны хотели ужалить её побольнее, упрекая в неспособности разбираться в тонких материях. Хотя, надо сказать, что юная Фурцева недолго носила рабочую спецовку. В 1930-м году ответственную комсомолку заметили и направили сначала в Курскую область, где она вступила в должность секретаря райкома комсомола, а через некоторое время её уже перевели в Феодосийский горком ВЛКСМ. С этого момента и начнётся её восхождение к вершинам власти. К тому времени Фурцева успела выйти замуж за красавца-лётчика Петра Биткова. А когда молодого супруга перевели в Москву, она последовала за ним. Когда началась Великая Отечественная война, Фурцева проводила мужа на фронт. В 1942 году он приехал в короткий отпуск и с порога признался Екатерине, что встретил другую женщину. Для Фурцевы это стало страшным ударом, ведь они прожили вместе более 10 лет. Там была какая-то большая драма. Мы не знаем о каких-то, возможно, событиях, которые навсегда остались между супругами. Чтобы заглушить сердечные раны, Екатерина с головой погрузилась в работу. А воспитанием дочери Светланы занималась мать Фурцевой, Матрёна Николаевна. С 1942 года Фурцева стала секретарём по кадрам во Фрунзенском райкоме Москвы. Она трудилась под началом первого секретаря райкома Петра Богуславского. Поговаривали, что их связывали не только рабочие отношения. Она была симпатичная женщина, с очень тяжёлой трагической судьбой. Всё-таки она прошла через войну, прошла через голодное детство. И добилась она всё своими руками. То есть говорить о том, что она выскочила за счёт постели, Ну, вы знаете, я бы так не сказал. Постелей много, женщин много, а она оказалась единственной. Значит, наверное, в ней всё дело. Когда Богуславского сместили, Фурцева заняла его место. Стала первым секретарём Фрунзенского райкома. На этом их отношения закончились. Ещё очень долго после этого Екатерина Алексеевна не могла ни с кем построить семью. И уже поставила бы на себе крест, если бы не личное вмешательство Хрущёва, который едва ли не заставил дипломата Николая Фирюбина жениться на Фурцевой. Познакомились они во время работы в горкоме. Они работали в Московском горкоме партии вместе. Сошлись. Трудно сказать, была эта любовь. Именно с Николаем Фирюбином она сыграла настоящую красивую свадьбу. С белым платьем невесты и пиром на весь мир, о чём она так мечтала с самого детства. Рядом с ним эта сильная независимая женщина наконец-то почувствовала себя счастливой. Она не боялась показаться слабой, беззащитной, готовила завтраки и воскресные обеды. Сложно сейчас себе представить. Сейчас будет помощница по хозяйству это делать. А сама министр культуры Советского Союза печёт пирожки, что-то готовит. Она никогда не была, это, наверное, очень сильная сторона Екатерины Алексеевны, белоручкой. Она помнила, откуда она началась, а Фирюбин забыл. Он стал таким бонзой, который после смерти Екатерины Алексеевны, даже не выждав 40 дней, женился на соседке по даче. Когда после смерти Фурцевой заговорили о её возможном самоубийстве, семья опровергла эту версию. Но многие в неё верили и верят до сих пор. Тем более, что для этого есть основания. Однажды Екатерина Алексеевна уже пыталась покончить с собой. Ходили слухи, что это произошло в октябре 1961 года, когда Фурцеву не избрали членом президиума ЦК КПСС. Это, я думаю, что это был чудовищный удар. Ей было очень обидно и больно, учитывая, какую важную роль она сыграла в судьбе Никиты Сергеевича. В июне 1957 года, когда старая гвардия в лице Молотова, Кагановича и Маленкова решила снять Хрущева с поста первого секретаря, только Фурцева и министр обороны Георгий Жуков не побоялись открыто выступить на пленуме в его защиту. Неужели Никита Сергеевич забыл об этом? Она даже попытку самоубийства предприняла. Вот как раз осенью 1961 года, когда её сместили, вывели из президиума, вот она попыталась покончить с собой. Фурцеву успели спасти. Через какое-то время, придя в себя, она снова приступила к работе. Дорогие товарищи, актёры, режиссёры, советский народ от советского искусства ожидает ещё очень многое. Культура в те годы являлась важнейшим инструментом советской идеологии. Любая выставка, пьеса или спектакль должны были получить одобрения партийных цензоров. И сама Фурцева не раз принимала горячее участие в судьбе того или иного проекта. Она влюла идеологию, потому что там она могла закрыть охотное место у Марка Захарова, могла закрыть три сестры у Эфроса, там, скажем, понимая, что какая-то опасность там во всём есть. Как говорится в русской пословице, и в хорошем стаде заводится паршивая овца. Такую паршивую овцу мы имеем в нашем социалистическом обществе и в лице пастернака. В октябре 1958 года, сразу после новости о присуждении Борису Пастернаку Нобелевской премии за роман «Доктор Живаго», члены президиума ЦК КПСС во главе с Крущёвым пытались всеми силами не допустить этого. Со стороны власти против писателя развернулась настоящая травля, которая началась с доклада первого секретаря ЦК ВЛКСМ и будущего председателя КГБ СССР Владимира Семичастного. Министерство культуры, разумеется, тоже не могло остаться в стороне. Об этом писали, это обсуждали, на каждом партсобрании об этом говорили. Оттуда же пошла вот эта вот ироничная такая злая шутка. Не читал, но осуждаю. Потому что «Доктор Живаго» тогда мало кто читал, но осуждали. Свою фабрику уродов пытался защитить перед забравшимися скульптор Эрнст Неизвестный. Обрушивалась Фурцева с гневной критикой и на скульптора Эрнста Неизвестного, и на актёра и певца Владимира Высоцкого. Она сказала, что вот я слушал его записи, вашего Владимира Высоцкого. Абсолютная антисоветщина. Есть одна хорошая песня. И знаете какая? «Штрафные батальоны». То есть эта песня, которая... Ну, это вообще тема штрафных батальонов. Она была закрыта тогда, несмотря на всю оттепель. И тем более уже в это время. Впрочем, разрушить чью-то жизнь она могла ещё и потому, что просто не взлюбила человека. Говорили, что за отказ жениться на дочери министра культуры Светлане Фурцева попросту уничтожила спортивную карьеру знаменитого футболиста Эдуарда Стрельцова. В 1958 году спортсмен был осуждён за изнасилование, которое произошло при странных и так до конца невыясненных обстоятельствах. 9 января 1957 года в Москве был приём, посвящённый победе наших олимпийцев в Мельбурне. Екатерина Алексеевна с дочерью была на этом вечере. Предложила или познакомиться с Стрельцову. Она власть придержащая. Он якобы грубо сказал, что у него уже есть невеста. Но вся история с якобы изнасилованием происходит через год с лишним. Увидеть в этом месть, но надо представить себе Екатерину Алексеевну, чтобы понять, что её к этому моменту Стрельцов уже никак не интересовал. Одновременно с проблемами на службе у Фурцевой начались и трудности в личной жизни. Некогда любящий муж, дипломат Николай Фирюбин, с которого она буквально сдувала пылинки, вдруг пустился во все тяжкие. По воспоминаниям дочери Фурцевой, Светланы, её мама в Фирюбине души не чаяла. Каждое утро на завтрак готовила ему фруктовое пюре или кашу. И вот до Фурцевой стала доходить информация. Муж гуляет на стороне. Известная советским зрителям по многим фильмам итальянская киноактриса Джина Лолабриджида и американская актриса Элизабет Тейлор. Статус министра культуры СССР давал Екатерине Алексеевне поистине неограниченные возможности. Чем она без стеснения пользовалась? Стильные наряды покупались либо в закрытой секции ГУМа, либо привозились из-за границы. И пластику Фурцева тоже делала, но только не у иностранных врачей. В Советском Союзе тогда ещё не было специальности пластический хирург. Но операции по омоложению делали. Спрос был огромным. Сначала они носили экспериментальный характер, о чём честно предупреждали пациенток. Однако врачи быстро научились творить настоящие чудеса. На Арбате существовал целый институт красоты, где круговую подтяжку лица делали всего за 15 рублей. Как уверяла молва, завсегдатаями института красоты были такие звёзды театра и кино, как Любовь Орлова, Клара Лучко, Людмила Гурченко. Какой мы её видели? Всегда хорошо одетая, всегда хорошо причесанная, всегда такая подтянутая, вливая. Но как ни старалась Фурцева, между нею и мужем разверзлась страшная пропасть. В этом браке общих детей так и не появилось. И это тоже вносило определённый разлад в их отношения. Да и сама Екатерина Алексеевна, вместо того, чтобы постараться сгладить острые углы, зачем-то пыталась что-то доказать разлюбившему её супругу. Устраивала сцены, чем ещё больше отталкивала от себя. Тем более, что и у Ферюбина характер был не подарок. Я его видел на каких-то там совещаниях, заседаниях. Уже когда я в ЦК комсомола работал, несколько раз приходилось видеть его. Ну, Николай Ферюбин, он человек, который, ну, всегда, как бы, считал себя выше остальных. Видимо, в то время Фурцева всё чаще начала искать утешение в алкоголе. Однажды она пригласила свою близкую подругу, певицу Людмилу Зыкину, пообедать с ней в министерстве. Неожиданно на столе появилась бутылка коньяка, и Фурцевой наполнили рюмку. Но после обеда Екатерине Алексеевне предстояло ехать на приём во дворец съездов и выступать. Поэтому Зыкина взяла и, как бы шутя, выпила коньяк из её рюмки. Фурцева всё поняла. «Людочка, это вы правильно поступили», – отреагировала она. Министр культуры СССР Екатерина Алексеевна Фурцева подчеркнула, «Для деятелей культуры нет более важной задачи, чем всемерное содействие укреплению мира, дружбы и взаимопониманию народа». Как всегда, Фурцеву спасала работа. Особое внимание она уделяла театру. При ней появился театр эстрады, было построено новое здание для театра на Таганке. Однако не стоит забывать, что Екатерина Алексеевна была продуктом своего времени, а значит, прежде всего, гибким и дальнозорким функционером. Поэт Андрей Вознесенский говорил, «Фурцева не была злым человеком, просто эпоха была такова». И вспоминал такой случай. Как на открытии театра на Таганке режиссер Юрий Любимов вместе с министром культуры СССР и ее приближенными, обойдя новое здание, пригласил ее в свой кабинет и показал на только что оштукатуренные стены. А здесь мы попросим расписываться известных людей. Екатерина Алексеевна обернулась и увидела Вознесенского, который пришел поздравить Любимова. «Ну, поэт, начните, напишите нам экспромт». И Вознесенский написал, «Все богини, как поганки, перед бабами стаганки». Повисла тяжелая пауза. Юрий Петрович только беззвучно усмыхнулся, Фурцева уже всю передернула. Затем она молча развернулась и возмущенно удалилась. Я слышал, как один шестидесятник уже в 80-е годы в сердцах говорил, что просто это было невозможно, вот она была там полная дура. И потом он же говорил, но, блин, душа была у нее. Знавшие Екатерину Алексеевну люди утверждали, что особо она ценила тех, кто видел в ней не только руководителя, но и женщину. Одним из таких был популярнейший в те годы артист и режиссер Олег Ефремов. Театр жив в будущем. Как это, может быть, не парадоксально звучит. Все лучшее у нас еще впереди. Сам Олег Ефремов вспоминал о Фурцевой как о нетипичном для своего времени руководителе. Она отличалась от других чиновников. С ней можно было говорить и даже спорить. Она могла быть несправедливой, но в то же время готова была признать и свою неправоту. Она помогла Ефремову. Она с Ефремовым была в хороших отношениях, симпатизировала ему. Неудивительно, что по Москве поползли слухи о завязавшемся между ними романе. Тем более, что министр открыто покровительствовал режиссеру. И несмотря на явное противодействие первого секретаря Московского городского комитета КПСС Виктора Гришина, в 1970 году Ефремов возглавил МХАТ. Она была влюблена по-настоящему в Олега Ефремова и пользовалась любым случаем, чтобы иметь с ним деловую встречу. И благодаря ей очень многое во МХАТе пропустили. До Фурцевой не могла не доходить информации о том, что говорят о них с Ефремовым. Она любила того, кого любить нельзя. Ну, Ефремов же мог к ней относиться и мило, нежно. Но ничего другого же быть не могло у него. Были другие женщины. Она его любила беззаветно. Просто вот. Что это было? Роковая страсть на излете молодости? Или она специально завела интрижку, чтобы доказать своему мужу, что еще может нравиться мужчинам? И не просто мужчинам, а самым лучшим. Долгое время Ферюбин и Фурцева казались окружающим идеальной парой. Мало кто догадывался, на самом деле они балансировали на грани развода. Но что же их останавливало? Какое-то время в Советском Союзе все разводящиеся пары должны были дать об этом объявление в газете. Такая практика была введена в стране еще в 1944 году. Это была одна из превентивных мер по укреплению института советской семьи. Вообще развод в социалистическом обществе воспринимался как что-то очень безнравственное. И поэтому никто не желал себе такой сомнительной славы. Ведь это могло сказаться на карьере, особенно если супруги были членами партии. Действовала эта практика вплоть до декабря 1965 года, когда был разработан новый семейный кодекс, значительно упрощавший процедуру развода в несудебном порядке. Могло ли предательство любимого человека стать причиной ее преждевременного ухода? Возможно, ответ стоило бы поискать в дневнике Фурцевой. Утром поздравила Николая с днем рождения и уехала. Сначала в министерство, затем на съезд. Постаралась, чтобы мое поздравление прозвучало как можно веселее и сердечнее, но сама чувствовала фальшь. И Николай ее тоже почувствовал. Веселые слова даются с трудом, когда на самом деле хочется спросить совсем о другом, о том, что нам делать дальше. Сейчас для нас обоих было бы спасением, если бы Николая отправили куда-нибудь послом. У нас бы появилась возможность вдали друг от друга спокойно обдумать наше будущее. Начиная с того, есть ли оно у нас, это общее будущее. Стоит ли на что-то надеяться? Она не написала бы вот такие сложные, скучные, правильно литературные фразы. Как она в жизни была яростно, коротко говорила, замечательная ртутная женщина, которая вот то плачет, то смеется, то танцует. По одной из версий, дневник, который Фурцева якобы вела в последние годы жизни, она передала жене Мао Цзэдуна Цзян Цзин. Екатерина Алексеевна была с ней дружна, и потому только ей могла доверить этот документ. Но это весьма сомнительно, ведь супруга китайского лидера после 1957 года не приезжала в СССР, а первая запись в дневнике сделана в 71-м. За три года до смерти вдруг начать писать дневники. Если учесть, что она увлекалась алкоголем, занимая должность министра культуры, у тебя времени просто нет свободы. Я читал эти дневники. Там стилистики нет никакой. Рубленные фразы это может написать любой. Увы, этот дневник не в состоянии развеять тайну вокруг ее смерти. Но надо отдать должное. Тот, кто на самом деле его писал, очень хорошо знал Фурцеву. Несмотря на то, что Фурцеву не очень жаловали некоторые деятели культуры, все же после ее ухода большинство старалось не помнить зла. Катерина Алексеевна была выдающимся аппаратчиком. Я думаю, ни у кого из министров культуры потом не было такого опыта партийно-аппаратной борьбы и умения добиваться своих целей. Ее методы руководства и особые отношения с некоторыми деятелями культуры и искусства вызывали кривотолки в Кремле. А может, Фурцевы опять просто завидовали? Когда были приемы праздничные в Кремле, многие секретари ЦК КПСС, члены президиума ЦК КПСС, говорят, что Катя не с нами за столом выпивает, а он бегает к этой богеме московской. Ну, в общем, такие тоже были шпильки. Были и те, кто ее благосклонность не считал бескорыстной. Выдающаяся оперная певица Галина Вишневская в своей книге «Галина. История жизни» вспоминает, что однажды ей пришлось якобы отдать министру весь свой гонорар за выступление в Париже – 400 долларов, чтобы почаще выпускали за границу. И Фурцева якобы приняла деньги без тени смущения, будто это было для нее обычным делом. Были у нее свои артисты-старатели, в те годы часто выезжавшие за рубеж и с ее смертью исчезнувшие с мировых подмостков. После окончания гастролей такой старатель, чаще женщина, обходил всех актеров с шапкой, собирая по 100 долларов на Катю. А не дашь – в следующий раз не поедешь. Мне это рассказывали артисты «Оркестра народных инструментов» на гастролях в Англии. Из книги Галины Вишневской «Галина. История жизни». Но сама ли Фурцева отправляла сборщиков Дани? А может, ее именем прикрывались нечистые на руку артисты? Этого уже не узнать. Да и зачем Фурцевой устраивать такие поборы? Она и так пользовалась всеми благами государственного аппарата. Это был свой отдельный мир с продуктами из спецраспределителей, своей медициной, спецбольницами, своими курортами, партийными санаториями, где обслуживали без очередей и по высшему разряду. В обязательный набор для советских руководителей входила и дача. Здесь тоже многое зависело от ранга. Чем выше должность, тем роскошнее дом. Когда Фурцеву вывели из состава президиума, ей пришлось сменить служебную квартиру. Министру полагались куда более скромные условия проживания. Все прекрасно понимали, что блага эти временные, они только прилагаются к должности. Но Фурцевой, как женщине, хотелось оставить что-то для себя и для дочери. В 1974 году Фурцева затевает строительство собственной дачи. К тому времени положение министра было уже не таким, как при Никите Сергеевича Хрущеве. Новый хозяин Кремля Леонид Ильич Брежнев не особо жаловал Фурцеву. Ей стоило бы это понять, стать гибче, дипломатичнее. Но и тут Фурцева, как и в случае с мужем, решила доказать, что может играть на одном поле с мужчинами и даже быть сильнее их. Если бы она только могла предположить, чем обернется для нее эта стройка. Строительство собственных домов в СССР официально не поощрялось. Негласно крупные партийные работники оформляли дачи на кого-то из родственников. Екатерина Алексеевна не просто записала недвижимость на себя. Она еще от своего имени обратилась за помощью в строительной организации. Кто же откажет? Министру культуры СССР. Фурцева там строила, ремонтировала дачу свою. И ей предложили, дирекция Московского Большого театра, что вы там мучаетесь. Вот у нас есть там после ремонта остались какие-то строительные материалы. Они подойдут к вашей даче. Фурцева все сказал. Хорошо, я заплачу. Ну, то есть все, это будет оплачено, в общем, не волнуйтесь. Все, она вроде оплатила. Но в ЦК полетел донос. Мол, надо проверить, откуда у Фурцевой стройматериалы. В марте 1974-го вопрос о Фурцевой обсуждался на секретариате ЦК КПСС. Это могущественный орган управления. Он занимался не только партийными делами, но и проблемами всей страны. На его заседаниях нередко решали судьбы высоких руководителей. Персональный разбор дела на секретариате ЦК был для Фурцевой не только обидным и унизительным, но и послужил определенным сигналом, что ее министерский трон в любой момент может пошатнуться. Ее дни во власти сочтены. После всех разбирательств дачу потребовали сдать государству. Министру вернули 25 тысяч рублей, потраченных ею на строительство. Хуже всего было то, что нигде она теперь не ощущала поддержки. Ни на работе, ни дома. Отношения с мужем окончательно зашли в тупик. Видимо, он решил дистанцироваться от своей жены. Конечно, он чувствовал, что сгущаются тучи над Фурцевой. Он это почувствовал. Он старый аппаратчик, опытнейший человек. В сентябре 1974-го Фурцева съездила в отпуск, из которого вернулась еще более уставшей. Видимо, тяжелые мысли не давали ей покоя. Ходили слухи, что ей якобы стало известно о предстоящей отставке. На юбилейном вечере в Малом театре, который накануне своей смерти посетила Фурцева, она должна была выступать с докладом. Но в последний момент пришло указание – выступать будет председатель Президиума Верховного Совета Николай Подгорный. Для Фурцева это стало четким сигналом. Ее точно снимают с должности министра культуры СССР. По сегодняшнему дню – это просто молодая женщина. Вот в ее смерти было что-то, ну, такое немножко странное, что ли. После того, как ты держишь все поводья в руках, и когда ты номер один, и потом после этого ты становишься простым советским пенсионером, ну, пусть там с другой пенсией, и какая-то персональная пенсия. Я думаю, что на это можно отреагировать и сердцем, и умом. Королевы не уходят на пенсию. А Екатерина Алексеевна, вне всякого сомнения, ощущала себя именно королевой. Сравнение с российской императрицей Екатериной Великой ей явно льстило. Важно, впрочем, помнить, что она при всей своей власти оставалась все-таки королевой без королевства. Ведь все ключевые решения принимались в политбюро, и Фурцева неизменно следовала линии партии. И была ее верной дочерью, как написали в некрологе. Продолжение следует...